Привет, друзья! Приветствую вас на ЭВК. По традиции, к концу недели хотелось бы поделиться наиболее интересными и яркими новостями за эту неделю. Первая новость касается бесконтактного доступа в посткоронавирусную эру. На самом деле, я уже сейчас надеюсь, что наступила вот эта вот эра посткоронавируса, когда немного, по крайней мере, спали темпы заражения людей, и многие люди уже вышли на улицы, по крайней мере, получили некий элемент свободы. Хотя бы можно гулять по улицам и перемещаться более-менее свободно. Однако же, есть мнение, есть опасение, что еще некоторое время люди все-таки будут бояться, ну, опасаться, наверное, не бояться, опасаться близких контактов с другими людьми и трогать, может быть, какие-то поверхности, сенсорные какие-то поверхности, кнопки лифта, кнопки банкоматов и так далее. И компания Sonorax разработала очень интересную технологию для организации, вообще, в принципе, доступа к различным вот устройствам. Эта технология работает на основе звука, ультразвуковой волны. То есть, для того, чтобы внедрить эту технологию, с двух сторон этого вот доступа должны быть только микрофон и динамик. То есть, динамик излучает ультразвуковые колебания звуковые, соответствующие там частоты и в соответствующем характеристик. А принимающее устройство, то есть, микрофон, это все принимает и понимает, что сопоставляет это со своей базой. То есть, сейчас для доступа используются различные там NFC-метки, используется, допустим, распознавание лица, распознавание каких-то там, допустим, отпечатков пальцев. Это новая совершенно технология, которая тоже, на мой взгляд, довольно интересна и имеет место вообще быть в нашей жизни. Причем, что интересно, для организации вот этой вот системы доступа достаточно только мобильного телефона. Мобильный телефон, как правило, всегда с нами. В каждом мобильном телефоне есть динамик, есть микрофон. Достаточно просто развернуть SDK, этот комплект для разработки программного обеспечения с обеих концов и настроить эту идентификацию, аутентификацию через звуковые волны. Как я уже говорил, с наступлением пандемии люди начали опасаться прикасаться к каким-то поверхностям. И даже производители лифтов выступили с инициативой вот компании Sonorax для того, чтобы она сделала им специальный инструмент для доступа к лифтам. Потому что есть разные лифты, в которых используются и пластиковые карты, используются, может быть, отпечатки пальцев. В любом случае нужно до чего-то дотрагиваться, прикасаться. В данном же случае мы просто достаем телефон и прислоняем его к специальному микрофонному считывателю. Также, что интересно, звуковые волны можно использовать для того, чтобы определять дистанцию между людьми, между несколькими устройствами. То есть, опять же, идет небольшая утрозвуковая волна. Она, кстати, вот забыл сказать, что она не слышна людям. То есть, людей ее не слышат. И даже, что интересно, здесь заявляется, что собаки тоже ее не слышат, потому что у собаки немножко другой спектр воспринимаемых звуков. Собаки тоже, в общем, ее не слышат. Поэтому она не дает дискомфорта человеку. То есть, человек просто ничего не слышит, грубо говоря. На самом деле, волна эта идет. Если, допустим, недавний проект Apple и Google совместный по отслеживанию позиционирования и дистанцирования людей на основе технологии Bluetooth, все-таки предполагает использовать какие-то радиоволны, многие относятся к радиоволнам не совсем позитивно, то компания Sunorax заявляет, что аудиоволны, они совершенно безвредные, и они более являются такими зелеными технологиями, в кавычках, то есть более экологически безопасными. Ну, не для экологии, соответственно, а для уже конкретного человека. И следующая новость будет про использование телемедицины в период пандемии, использование этих технологий пожилыми людьми. Несколько интересных опросов провели в США. Это организация Better Medical Alliance и фонд семьи Кайзер провели исследование, ну, такие, грубо говоря, опросы масштабные, которые показали, что люди в пожилом возрасте, пожилой возраст имеется в виду здесь 65+, в этих исследованиях, люди в этом возрасте практически не пользуются услугами телемедицины. Хотя, ну, здесь опять же говорится про США, что в период пандемии телемедицина сильно взлетела и доказала свою эффективность и необходимость. Но вот люди пожилые именно, которые находятся в возрасте, они все равно эту технологию не находят полезной и не совсем часто применяют ее в своей практике. Так, допустим, в вопросе, проведенном компанией Better Medical Alliance, в ней приняли участие тысячу пожилых людей, и только 24% из них заявили, что они каким-то образом использовали телемедицинские технологии. 52% этих людей сказали, что им интересна эта технология, они хотели бы ей пользоваться и, возможно, будут пользоваться в дальнейшем. Ну, то есть, видимо, необходим некоторый элемент обучения и привыкания. И 30% сказали наотрез, что им неудобно, и они не хотят вообще в дальнейшем никаким образом, хотят просто очно приходить к врачу и лечиться. Аналогичный опрос, проведенный фондом семьи Кайзер, показал, что только 11% людей старше 65 лет пользовались телемедицинскими технологиями. Это довольно интересный опрос. Он, по сути, показывает реальное положение вещей, о том, что нужно работать в этом направлении, нужно, во-первых, стараться максимально доносить до людей необходимость вот таких вот дистанционных форм общения между врачом и пациентом. Ну и, видимо, нужно проводить все-таки некие образовательные, может быть, мероприятия, проекты, по тому, чтобы как можно больше людей вовлекались в телемедицинские услуги и могли спокойно, комфортно ими пользоваться. Но в исследовании также говорится, что сейчас ожидается рост этой вот доли людей. Во-первых, потому что проходит время, и, во-первых, информация распространяется, во-вторых, люди начинают привыкать уже к таким формам общения. И, согласно этому же опросу, 91% тех людей, которые пользовались телемедициной, они заявили, что у них осталось благоприятное впечатление и опыт благоприятный после проведения видеоконсультаций, допустим, с врачом, ну, видео или текстовых консультаций. А 78% из этих людей сказали, что они будут использовать такие сервисы снова. На мой взгляд, телемедицинские технологии особенно сейчас важны, вот в период пандемии, потому что в этот период остались большие группы населения, практически, ну, не то что отрезанными от медицинской помощи, но точно доступ к этой медицинской помощи, он сократился. И есть такие большие группы заболеваний, пациентов, как сердечно-сосудистые заболевания, посттравматические какие-то пациенты, и пациенты, находящиеся на реабилитации, пациенты с хроническими заболеваниями. И телемедицина здесь очень сильно может им помочь, помочь с точки зрения доступности медицинской помощи, тем более сейчас такие времена. Дальше поговорим про устройства для отслеживания пациентов с COVID-19. И тут речь пойдет о городе-государстве Сингапур, таком очень продвинутом государстве, в котором находится сейчас живет 5,7 миллионов жителей. По статистике сейчас в Сингапуре 37 тысяч зараженных COVID-19, и погибло 24 человека. Так вот, в Сингапуре планируют оснастить всех поголовно жителей специальными носимыми именно такими хардверными устройствами отдельными для мониторинга дистанцирования между людьми, перемещений людей и контактов с больными коронавирусом людей. До этого в Сингапуре уже использовали приложение Trace Together. Это приложение устанавливается на смартфон, и вот в этой базе, в которой работает это приложение, есть люди, отмеченные как зараженные коронавирусом, и, соответственно, человек, который открывает приложение, он может посмотреть, есть ли кто-то в ближайшем окружении с этими симптомами, ну и с этим вообще, в принципе, с коронавирусом. Вот, но признали такой подход не очень эффективным, потому что приложение используется в телефоне, в смартфоне. Во-первых, человек может выключить Bluetooth, то есть тогда не получится отслеживать его дистанцию, его местоположение. Может выключить интернет, может, в принципе, каким-то образом это приложение удалить, и данные не будут поступать. И решили прям сделать конкретную, отдельную такую железяку такую, ну в кавычках, которую, как здесь написано, будут крепить на карман, либо даже на шнурок. То есть, скорее всего, это будет небольшое устройство. Но факт в том, что государство планирует оснастить всех людей и наблюдать за всеми людьми, что, конечно же, пугает на самом деле, если каждому из жителей выдадут такое устройство слежения. Потом понятно, что это устройство будет подключаться может отслеживаться через GPS, может отслеживаться через Bluetooth, через технологию Beacon. То есть, когда человек проходит мимо определенных Bluetooth-излучателей, его MAC-адрес, MAC-адрес его устройства может быть считан. То есть, будет полная картина передвижения по всем людям. Единственное, что в Сингапуре пока не решили, будет ли это устройство обязательным, либо его можно будет вносить по желанию. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока.